МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Встреча в интернете. Олег Николаев поздравил героя России, космонавта Николая Бударина. На карантине. Чебоксарцы рассказывают, как живется в обсерваторе. Меры поддержки, помощь бизнесу в условиях пандемии обсудили на оперативном штабе по экономическим вопросам. В Чувашии по-прежнему 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Меры по противодействию к COVID-19 обсудили сегодня на оперативном штабе в Доме правительства. В Чувашии сейчас три лаборатории, которые делают анализы на COVID-19. Сейчас решается вопрос о развертывании четвертой лаборатории на базе Республиканской клинической больницы. Проблем с поставкой тест-систем не имеется. Совместно с лабораториями уже Министерства здравоохранения количество обследований у нас увеличилось. Обследуются лица, не только контактировавшиеся с больными, но и просто по желанию. В частности, на днях 9 человек были, в том числе из 34 заболевших, 9 человек – это те, которые тестировались добровольно. Просто захотели узнать, может быть, они имели сомнения или прибыли из Москвы. Мы сейчас уточняем, но они все госпитализированы и все получают лечение в инфекционном стационаре. А также контакты по ним тоже мы отработали. К возможному появлению новых случаев заражения в Республике подготовились. На 10 апреля развернутые инфекционные коики в количестве 290 коек. Это 75 коек в больнице скорой помощи, медицинской помощи, медицинской помощи, 75 коек в Ночевосказской городской больнице на базе инфекционного стационара, 140 коек инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Дополнительно перепрофилированные и готовые под инфекционные коики. Это 114 коек на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и 54 коек акушерского отделения номер 3. В некоторых больницах не хватает средств защиты для медицинского персонала. Но в ближайшее время этот вопрос будет решен. Мне удалось уже переговорить с Минутовым трогом России. И удалось договориться, что нам дополнительно выделят средства индивидуальной защиты. Это и маски, и перчатки, и костюмы. Соответствующую работу мы наладим буквально сегодня же. И я думаю, что уже если не завтра, то в понедельник, вторник эти средства индивидуальной защиты к нам прибудут. И мы, естественно, обеспечим ими прежде всего медицинских работников. Ну и по мере обеспечения тех людей, которые работают на передовой, будем обеспечивать остальных. Важным вопросом остается самоизоляция возможных зараженных. Во всех муниципалитетах созданы мобильные группы, которые работают с карантинными гражданами. Введена ответственность за нарушение режима. Данными мобильными группами проводятся мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции, приостановлению деятельности отдельных организаций. Применяемые меры указывают на усиление, вот результат, вернее, от принимаемых мер мы видим уже усиление и организации профилактической работы. Но если подвести итог, на 11 часов сегодняшнего дня этими 157 группами было составлено 365 актов фиксации правонарушений и проведена работа более чем по 3100 случаям. Выписано, оформлено, вернее, 19 протоколов. 449 человек находятся сейчас в условиях вынужденной изоляции. Из них 42 в обсерваторе санатория «Лесная сказка». Это те, кто контактировал с зараженными COVID-19 в Чувашии. В первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Остальные 407 человек оказались изолированными в больницах республики. С двумя девушками, Еленой и Ольгой, сегодня пообщалась моя коллега Ирина Волкова и узнала, какова она жизнь в обсерваторе. Да, судя по погоде, которая есть за окном, на улице сегодня не очень-то солнечно. Даже, наверное, немножко пасмурно. Но у нас новости хорошие. Нам разрешили прием передач, где нам могут принести все необходимые вещи. И мне из дома передали вот такую игру. Наконец-то нам сегодня будет весело с девочками. Нам сначала запретили вообще какие-либо передачи. А вот недавно сказали, что вот есть у нас один час утром и один час вечером, когда к нам могут приходить родные, тоже оставлять пакеты, и нам будут их заносить. То есть мы с ними не контактируем вообще никак. К тому же нас приезжали и проводили полную дезинфекцию всего. Мы даже могли инфографии снять, да, какие тут смешные люди в масках приходили. А у вас анализы тоже брали? У всех? Правильно понимаю? Да. А каким образом это происходит? Ну, приезжают люди в специальных защитных костюмах, масках, и это понятно. Берутся анализы с носа и с носоглотки. Каждого индивидуала, мы все это видели своими глазами, там палочки заворачиваются в отдельные колбочки, колбочки заворачиваются в пакетики, каждый пакет подписан лично, имя, адрес. Ну, как нам пояснили, что если будет у кого-то сомнительный анализ, то, возможно, нужно будет, невозможно, а нужно будет передавать. Его уже в течение двух часов забрали отсюда, изолировали. Да. То есть пока мы все на месте, то никого не забирали. Из вашего отделения или как вы... Понятно. Чем вы там занимаетесь? Процедуру никто не отменял, все так же. У кого-то лечение продолжается, кто-то еще. Это мы уже по факту как будто выписались. Ну, все равно таблетки, осмотры, перевязки кому нужны. Да. Вот. То есть у нас тут делается. У всех так же продолжают мерить температуру, мерить давление. Мы проходили тут все этапы принятия информации, начиная от гнева, непонимания. Слезы. Слезы были. Не то, чтобы депрессия у всех, хондра такая была. То, что мы не понимали, ну, почему как-то так, почему это именно с нами так произошло и так далее. Ну, в конце концов, когда вот все уже обдумав, действительно ли приходишь к единому мнению, что это же не шутки. Действительно, настолько сейчас вот такая вот сложная ситуация не только у нас в Чпоксарах, не только у нас в стране, что лучше, наверное, здесь лежать. И уйти отсюда, точно знав, что у тебя нет ничего, что домой придешь здоровая, и твои близкие в безопасности будут. Так, а теперь я покажу, каким образом у нас проходят тут прогулки. Открывается окно. Желательно нараспашку. Дышать с этим воздухом. Очень хочется домой, глядя на эти дома. Надеюсь, скоро нас всех тут отпустят. Поступил ряд вопросов от чпоксарцев. Якобы на полный карантин закрывают целые подъезды. А их жильцам вручают постановления от замглавы санитарного врача Чувашии. Вот что нам объяснили в управлении Роспотребнадзора республики. Такие постановления существуют и выдаются людям, которые находились в контакте с больными. Они должны быть в изоляции в течение 14 дней, не покидая места своего пребывания. Других жителей подъезда касаются только те ограничения, которые есть в указе главы Чувашской республики. Это поход за продуктами ближайший магазин, выгул домашних животных, перемещение на работу и обратно, вынос мусора. Подъезды никто не закрывает. За 9 и 10 апреля контактировавшим с больными вынесено более 100 таких постановлений. Это планомерная работа с целью предотвращения возможных рисков. Постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской республике Чувашии об изоляции. Обязательно для выполнения. Нарушать режим изоляции нельзя. Жителям, оказавшимся запертыми в квартире, будут помогать волонтеры. Они смогут сходить в магазин за продуктами или в аптеку. Вызвать помощь горожане могут по телефону горячей линии или по номеру 112 единой дежурно-диспетчерской службы. Наша съемочная группа сегодня вышла на улицы города, чтобы узнать, как горожане соблюдают обязательные требования самоизоляции. Людей на улицах стало заметно меньше. Радует то, что все относятся к проблеме с пониманием. Но есть и те, кто не может остаться дома. Дома, дома, каждый день дома. Вот этот кредит уже звонит, третий день, вот пошли. Не могли, все. Я на трудоустройство ходил. А сказали только по компьютеру. Я обычно не выхожу, я дома сижу. Скажите, пожалуйста, вы просто на прогулку вышли или как? В аптеку. Ну мы же, у нас уважительная причина. В МТС нужно срочно сходить. Что-то интернет завис. В отпуске. Дома сидим, только по делам. Телевизор, интернет и все. Поддержка медицинским работникам сейчас особенно необходима. Две больницы, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, получили ключи от новых автомобилей. От имени «Единая Россия» их вручила исполняющая обязанности секретаря регионального отделения партии Алена Аршинова. Ключи от новеньких автомобилей с символичной надписью «Спасибо врачам» Алена Аршинова вручила Новочебоксарской городской больнице и больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Ну что самое важное сегодня? Это противостояние коронавирусной инфекции. Важно сохранить здоровье людей. А кто в первую очередь этим занимается? Наши врачи. Поэтому «Единая Россия» приняла решение сократить свои расходы на выборы, на функционирование партии и купить машины. Эти машины передать врачам. Новые автомобили позволят медикам быстро перемещаться по городу, доставлять необходимые медикаменты людям на карантине, а также оперативно доставлять анализы в лаборатории. Такие, конечно, нехорошие события, которые происходят сегодня с миром. Но плюс в том, что они нас сплочают. Поэтому надо держаться вместе, и тогда мы все победим. Как предпринимателям получить отсрочку в банке? Что делать арендодателям? И сдвинется ли срок подачи налоговых и других документов? На самые актуальные вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в Рио главы Чувашии Олег Николаев ответил в прямом эфире. В нашей республике почти 8,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Более 80% – индивидуальные предприниматели. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. На федеральном уровне принят ряд антикризисных документов. Республика включилась в их реализацию. Прежде всего, на 6 месяцев продлили сроки уплаты налоговых и других платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, на налоговые проверки. Активно ведем работу по вопросу обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Здесь мы совместно с ресурсоснабжающими организациями, прежде всего, отрабатываем формы такого рода поддержки. Если мы их отсрочим, эти услуги, жилищно-коммунальные, нам надо тогда найти форму поддержки для ресурсоснабжающих организаций. Появилась отсрочка по уплате аренды недвижимости. В ближайшее время будет возможность получить беспроцентные кредиты на оплату заработной платы. Для этого расширится программа льготного кредитования и снизятся кредитные ставки по принципу 1.3.1.3.1.3. Это когда процентные ставки разделяются между банком, государством и самим предпринимателем. Во время прямой линии у всех желающих была возможность задать вопрос Олегу Николаеву. Работодатель требует от работников написать задним числом заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Вообще, насколько это все законно? Категорически незаконно. Даже дослушивать не буду вопрос. Категорически незаконно. Если такие случаи есть, тут же обращайтесь. Вчера президент страны четко сказал, что мы, то есть государство, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона, будет поддерживать тот бизнес, который будет обеспечивать занятость людей, сохраняя заработную плату. Если бизнес какими-то методами ущемляет права работников, то автоматически мы будем поддерживать этих работников, а не бизнес. Индивидуального предпринимателя Александру Власову интересует вопрос об отсрочке кредитов. Банк, куда она обратилась, не дает отсрочку, просит справку о заболевании вирусом. Здесь на самом деле механизм пока еще только разрабатывается. Будут пересматриваться в том числе размеры кредитов, которые будут подлежать к реструктуризации через предоставление кредитных каникул. И, скорее всего, будет регулироваться и сам порядок. Здесь, конечно же, первично, на мой взгляд, не факт заболевания, коронавирусной инфекцией, а факт, насколько человек пострадал от того, что он пострадал из той ситуации, которая вызвана коронавирусной инфекцией. За час прямого эфира поступило около 600 вопросов. Большая их часть касались налоговых льгот, отсрочки по уплате кредитов, стоимости аренды в закрытых торговых центрах. Все вопросы и предложения рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Кредитные каникулы в Чувашии предоставляют, однако одобряют их зачастую только при наличии документов, хотя по закону должны предоставлять по первому обращению дать три месяца, чтобы собрать справки. Эту ситуацию на контроле держит Министерство финансов Республики. На днях там провели видеоконференцию с руководителями банков. Как и многим предприятиям, банкам в сложившихся обстоятельствах приходится налаживать онлайн-обслуживание клиентов. Заявка на кредитные каникулы как раз подается онлайн или по звонку. И по закону их должны тут же предоставить, дав возможность донести все документы в течение 90 дней. Однако на деле эта система работает не во всех банках. Руководители банков во многом зависят от решений своих головных офисов. Возможно, поэтому система одобрения кредитных каникул не заработала в полной мере. Очень серьезная проблема по Сбербанку. То, что сегодня, по крайней мере, со слов руководителя филиала, о том, что автоматическая пролонгация не происходит и требует с людей, с заемщиков документы. Это непонятно. Сейчас мы буквально в оперативном режиме займемся, почему такое. То есть ваш вопрос, это только в Чувашии или по всей стране. Мы постараемся как-то максимально поспособствовать тому, чтобы этот вопрос решился. Но поскольку это требование закона... Но если документы, подтверждающие снижение доходов или больничные, не будут предоставлены, заемщику придется оплачивать и кредит, и штрафы. Поддержка для предпринимателей тоже обозначена в законе. Это кредиты на зарплату сотрудникам под 0%. Приступили вы или не приступили к выдаче кредитов под нулевую ставку по зарплате? У нас есть готовые решения. Наши клиенты просто не готовы брать только этот кредит на то, чтобы решить как-то время на маленькую проблему. То есть ограничений по выдаче и принятии решений у вас сегодня нет? Нет. Сейчас готовятся и дополнительные меры поддержки бизнеса на региональном уровне. Они будут изложены в указе временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева. Документ будет подписан в ближайшее время. Ирина Булкова, Валерий Резюков, Республика. Что поможет бизнесу преодолеть последствия пандемии? Как укрепить социальную стабильность и не допустить банкротства предприятий? Эти темы обсуждали сегодня члены созданного по инициативе в Рио главы Республики оперштаба по экономическим вопросам. Подробности в следующем материале. На входе пульверизатор с антисептиком в зале. Между каждым креслом социальная дистанция в полтора метра. Так в Доме правительства соблюдают санитарные нормы. Эпидемия пройдет и тогда будет необходимо в ускоренном темпе развивать экономику республики. Ключевая задача для властей региона – ослабить удар по бизнесу. Первоочередные меры уже приняты. Правительством Российской Федерации утвержден перечень 9 сфер 22 отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации. И для которых планируются адресные первоочередные меры поддержки. На данный момент у нас попало 8,5 тысяч субъектов МСП, порядка 15 тысяч работающих в этой сфере, в этих организациях. Мы также хотим предложить расширить указанный перечень организаций торговли, которые несут значительные убытки из-за приостановления своей деятельности, если они предоставили все отсрочки тем предпринимателям, которые находятся на их территории. Эта норма касается торговых центров, которые остаются закрытыми в условиях пандемии. Господдержку получат предприниматели, сохранившие рабочие места. В зоне риска и перевозчики, которые приобретают автобусы в лизинг. И по расчетам троллейбусного управления и перевозчиков на автобусах, убыток, точнее недополученный доход за март-апрель будет составлять около 120 миллионов. Лизинговая компания, в частности Пионер Лизинг, отказывает в отсрочках, требует своевременной оплаты или стоит вопрос о расторжении договора и изъятии предметов лизинга. То есть у нас рушится будет система пассажирских перевозок. Проработать вопрос о срочке лизинговых платежей в части общественного транспорта, ну и иные меры поддержки. В агропромышленном комплексе пока наблюдается стабильность. В две смены работают мукомольные заводы, наращивают объемы выпуска хлебокомбинаты. Поставки сельхозпродукции на полки магазинов не сократились. Среди первостепенных задач вовремя засеять поля. Это гарантия продовольственной безопасности. Сегодня уже приступили к севу яровых. На сев вышли в 16 районах. На текущую дату посеяно около 5000 гектар. Из 305 запланированных также ведутся другие агротехнические работы в соответствии с технологическими процессами. Все поставщики семян, минеральных удобрений, ГСМ, сельскохозяйственной техники, запасных частей осуществляют работу в штатном режиме. Ситуация развивается непредсказуемо и сейчас тот момент, когда необходимо действовать на опережение. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что в республике не должно быть всплеска безработицы. Необходимо будет принять ряд нормативных документов и в них предусмотреть уже конкретные формы и механизмы поддержки, ну и перечень системообразующих предприятий. Здесь давайте срок поставим в понедельник. К понедельнику мы должны эту работу завершить и зафиксировать. Идет работа и на федеральном уровне по формированию соответствующего перечня системообразующих предприятий. И очевидно, что некоторые предприятия Чувашии должны тоже туда войти. Меры поддержки бизнеса приведены в указе главы региона в антикризисной стратегии льготы и отсрочке налоговых платежей. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о ежемесячной денежной выплате детям от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты 4770 рублей. Это половина величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Мера поддержки адресована малоимущим семьям. За ее назначением можно обратиться в МФЦ или подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг. По прогнозным данным Минтруда Чувашии, в республике выплаты будут получать порядка 38 тысяч детей. Россия готовится ко дню космонавтики. И хотя эпидемиологическая обстановка пока не позволяет провести торжественные митинги, во многих регионах пройдут виртуальные уроки мужества. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии сегодня поздравил с наступающим праздником Героя России, бортинженера трех экспедиций Николая Бударина. Если подсчитать все время, которое Николай Бударин провел на орбите, за три полета получится более 440 суток. За мужество и добросовестный труд ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Накануне праздника он планировал приехать и в республику. Но пока только и остается, что передать привет землякам по видеосвязи. Добрые и теплые слова всем жителям Чувашии. Очень приятно всегда было общаться и с детьми, и со студентами, со школьниками. Нам поможет пережить все эти безгоды, которые заводились сейчас на наши плечи. Андриян Николаев, Муса Монаров, Николай Бударин – покорители вселенной стали примером для многих мальчишек и девчонок. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что вклад уроженцев республики в патриотическое воспитание молодежи неоценим. Я каждый раз, когда вспоминаю ваш, можно сказать, подвиг, когда вы спускались и попали в нештатную ситуацию, когда рассказываю детям о том, как вы эту ситуацию проходили, конечно же, каждый раз мурашки по телу проходят. Даже сейчас вот это ощущение ощущаю. И мне кажется, если вы лично об этом будете нашим детям рассказывать, показывать, это будет, конечно же, намного впечатлительнее и больше эмоций вызывать. В мемориальном комплексе Андрияна Николаева временное затишье. На официальном сайте – виртуальные туры с аудиогидом. Интерес к истории освоения космоса не угасает. В ближайшие годы музей села Шоршелы ждет большая реконструкция в проекте «Планетарий» и «Обсерватория». Ожидается, что будут созданы дополнительно 7 экспозиционных залов, расширено фондохранилища, будут несколько интерактивных классов с использованием современных технологий. После реконструкции музей космонавтики должен стать современным образовательным центром, отметил Олег Николаев. Работы планируют начать уже в этом году. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика. В эти выходные – один из самых значимых праздников для православных – Вербное воскресенье. В этом году в связи с пандемией отмечать его призывают, не выходя из дома. Верба – традиционный символ праздника. Освещённую веточку принято хранить в доме в течение всего года. По народным приметам считалось, что она обладает целебными свойствами. Вербы прикасались к людям, желая здоровья, ставили у изголовья больных. Вербное воскресенье 12 апреля жителям столицы Чувашии освещенные веточки вербы волонтёры принесут прямо домой. По номеру телефона, который вы видите на экране, все желающие могут их заказать. У нас есть волонтёрский молодёжный православный клуб. Они прошли обучение, мы вместе, 2020.ру. Получат сегодня уже очное обучение, средства защиты. Они, значит, обучились, как вести себя с пожилыми людьми. Волонтёры наши, добровольцы, они ходят все бесплатно, бесплатно всё будут раздавать. Но если кто желает внести пожертвование, празднику на этот храм, то пожертвования будут приниматься же волонтёрами. Оказаться на службе также можно будет, не выходя из дома. В связи с пандемией будет специально организована онлайн-трансляция в группе православные добровольцы Чувашии в социальной сети ВКонтакте. А уже через неделю пасхальное богослужение тоже можно будет посмотреть у себя дома. Кстати, кроме национального телевидения Чувашии, в этом году транслировать праздник из Покровска-Татьянинского собора будет и национальное радио. Юлия Уваженина, Андрей Спиридонов, Республика. На нашем телеканале стартовала рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем занимаются жители Республики во время вынужденных выходных. Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Это мой сын Саверий. Сейчас мы вам покажем, как мы проводим время на самоизоляции дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, оттаньте и дома. Все будет хорошо. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. Оставайтесь вместе дома. Хороших вам выходных! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА